Олимпийские игры из Бразилии сразу несколько стран требуют перенести куда угодно. Из-за вируса Зика осторожные пытаются обойти Южную Америку стороной. Что делать неизвестно, ведь спортсмены и зрители правда под угрозой, лекарства от которой пока нет. Еще одна плохая новость уже из Америки Северной. На неделе объявлена о появлении на континенте некой новой бактерии, устойчивой ко всем известным, даже самым новым антибиотикам. Пока называют ее пенсильванская кишечная палочка. И она делает организм невосприимчивым к лекарствам. И такие сообщения, конечно, вызывают панику. Что делать? Все, отвечают медики. Мы на пороге. Вместе с плохими новостями приходят хорошие. Практически побеждена болезнь Паркинсона. Альцгеймер. Найдены прорывные средства от рака. Мой коллега Кирилл Бранин прошелся по новейшим лабораториям и готов успокоить. Не все так плохо. Жить будем. Я дочка твоя. Те, кто не сталкивался лично, вряд ли поймут, как больно, когда мама не узнает. Диагноз болезни Альцгеймера Татьяне Георгиевне поставили 6 лет назад. Первые признаки она заметила сама. Всю жизнь была связана с медициной. Теперь, конечно, она не помнит ни лабораторию, в которой работала, ни тех, кто был рядом много лет. В памяти лишь иногда вдруг всплывают обрывки фраз. Мой дядя самых честных. Браво. Браво. Болезнь забирала память постепенно. Сначала пришлось писать на стенах телефоны и инструкции. Казалось, даже забавно. И вроде помогало, но недолго. Когда я увидела, что она поставила электрический чайник на плиту, тут уже стало совсем не до шуток, и мы поняли, что она уже не может самостоятельно. Елена говорит, самое тяжелое – смириться с несправедливостью этой болезни. Но есть и другой страх. Многие врачи говорят о наследственности, но тоже на уровне теорий. Точных тестов не существует. 50%, 50 на 50, что вот заболею я или нет. Даже, может быть, больше. И, естественно, ты начинаешь над этим думать, а как дальше делать. Израильского профессора Бильху Фишер мысль об этой болезни не оставляла ни на минуту. Сначала болела ее бабушка, потом мама, и она решила, во что бы то ни стало найти лекарства. До условной таблетки еще далеко, но первый этап исследований показал, с этим недугом можно эффективно бороться. Мы взяли молекулу, существующую в нашем собственном теле, и химически модифицировали ее, чтобы она стала действующим веществом для борьбы с болезнью Альцгеймера. Мы сейчас продолжаем доклинические испытания, лекарств для людей пока нет. Еще много работы, но результаты отличные, и наш препарат позволяет нормализовать поведение у животных. Нам осталось провести несколько стадий исследования, а потом перейти к испытанию на людях. Казалось бы, путь долгий, но еще недавно так говорили и о борьбе с гепатитом С. Диагноз звучал как приговор, но с появлением новых противовирусных препаратов все изменилось. После недели, первой недели приема, когда я сдала анализ, вирус в крови уже не обнаруживается. Гепатитом С Анна заразилась в больнице во время операции еще в 89-м. И много лет ничего не знала. Не зря этот вирус называют ласковым убийцей. Два года назад ученые нашли возможность справиться и с ним. Разработанный комплекс из нескольких препаратов стал настоящим прорывом. Они, если так можно выразиться, нарушают нормальную работу механизмов воспроизведения вируса. Не просто пытаются его уничтожить, они работают по-другому. Они работают из-под тишка, если так можно выразиться, из-под тишка. Они не дают вирусу возможность размножаться. Препарат разработали в Соединенных Штатах. Там, как и во многих других странах, ученые пытаются найти лекарства и от еще одной болезни 20-го до 21-го века – ВИЧ-инфекции. Лаборатории в Лос-Анджелесе пока осторожно, но говорят, что приблизились к цели. Мы выяснили, что способны управлять телом человека, в частности, его клетками. Я имею в виду иммунные клетки. И мы хотим сделать так, чтобы они выталкивали ВИЧ из организма, боролись с ним. Здоровые иммунные клетки в организме способны очистить тело от вируса. Пока мы не проводили экспериментов над человеком, однако теоретически это возможно. В случае с меланомой похожий метод сработал. В соседней лаборатории создали лекарства, способные победить эту разновидность рака кожи. Когда иммунная система пытается атаковать рак, а он защищает себя, он создает некий щит, и нам удалось его найти. А наш препарат блокирует этот щит и позволяет иммунной системе бороться с болезнью. Чем агрессивнее рак, тем быстрее он распространяется в организме. В медицине это называется метастазирование. Именно с этой страшной особенностью болезни пытаются справиться в Латвии. Слово «прорыв» ученые не любят, но как иначе назвать результаты исследований препарата на основе селена? Вещество останавливает метастазирование аденокарциномы и меланомы. Это два абсолютно разных типа рака. При этом вещество действует на оба, что дает надежду получить универсальное вещество для лечения более широкого спектра онкологических заболеваний. До аптечных полок еще далеко, но борьба с метастазами беспобочных эффектов уже не фантастика, как и способность ученых выращивать пока не органы целиком, но уже клетки и даже ткань, например, печени. С виду крыса как крыса, но на самом деле она абсолютно уникальна. Именно ей имплантировали искусственно выращенные элементы печеночной ткани. И вот результат. Циррозом печени эта крыса больше не больна. Диагноз абсолютно здоров. Ткань вырастили в лаборатории Московского центра трансплантологии. Пока в достаточном количестве для лечения печени грызунов, но и в случае с человеком принцип тот же. Мы четко показали, что у нас идет восстановление печеночной ткани при имплантации вот такой системы в печени. Возможности начать клинические испытания ждут и ученые, и пациенты. Ведь для многих из них технология может стать единственным шансом. Это позволит той категории пациентов, которые находятся в листе ожидания на трансплантацию печени, дождаться донорского органа. Здесь сразу видно, кому уже сделали операцию, а кто ждет по цвету кожи. Этот желтый печеночный оттенок ни с чем не перепутать. И пока клеточная технология малышам недоступна, единственный выход – пересадка части печени, например, мамы. Еще недавно это подразумевало полостную операцию. Теперь, чтобы забрать часть органа, достаточно нескольких проколов. И это, говорят врачи, настоящий прорыв. Ну, это, так сказать, небо и земля в состоянии оперированного человека. То есть настолько облегчается послеоперационный период, что человек просто забывает на следующий день, что его оперировали. В принципе. Это, конечно, позволяет быстро встать, быстро, так сказать, подойти к ребенку. Он даже, видите, взять на руки. Еще одним прорывом в хирургии многие считают создание нового, так называемого, полнопроточного сердечного клапана. Ноу-ха у российских ученых уже спасло не один десяток жизней. Он показывает такие же характеристики, у нас есть наблюдения, почти 50 операций я сделал. Он показывает такие же характеристики, как нативный клапан человеческого сердца. То есть, как настоящий, еще недавно сюжет фантастического фильма. Как и механические конечности, управляемые силой мыслей. Теперь и это существует. А еще искусственная кожа, печать костей на принтере, вакцина от вируса Эбола или даже нано-роботы, которые в обозримом будущем будут лечить пациентов изнутри. И это, говорят специалисты, только начало, особенно если оглянуться назад. Только в 30-х годах был создан пенициллин. Да, чуть больше 100 лет был открыт рентген. И если проследить ту эволюцию, которая прошла медицина за 100 лет, можно предположить, что прорыв может быть фантастический. Вопрос финансирования и реализации фантастических идей стоит дорого. И еще этический, как в случае со спорами о возможности изменения структуры ДНК. Некоторые эксперты и сейчас уверены, человек способен прожить 150 лет, когда научится лечить все существующие болезни. Это в среднем, а долгожители будущего, вполне возможно, станут ровесниками сразу двух веков. Кирилл Бранин, Надежда Каширская, Марина Доронина, Екатерина Коряка, Дмитрий Бедарев, Максим Глушков и Роман Кайгород. Воскресное время. Первый канал.